МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Визиты на фоне эскалации на корейском полуострове. Госсекретарь США и генсек НАТО проводят встречи в Китае и Японии. Хосни Мубарак улетел. Заседание суда по делу экс-президента Египта вновь отложено. Судья взял самоотвод. Реакция Москвы не заставила себя долго ждать. Россия обнародовала список из 18 американских граждан, которым запрещен въезд в страну. Этот шаг стал ответом на список Магнитского, который предусматривает санкции в отношении лиц, подозреваемых американской стороной в нарушении прав человека в России, и содержит фамилии представителей правоохранительных органов. В российском списке, по информации МИД, фигурируют имена граждан, причастных к пыткам заключенных в спецферме Гуантанамо, а также лица, причастные к нарушениям прав и свободы российских граждан за рубежом. Как война списков может повлиять на будущее российско-американских отношений, разбиралась моя коллега Нина Шамуге. Наш ответ Чемберлину. Москва опубликовала стоп-лист, состоящий из граждан США, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию. Кремль ответил Белому дому, как и обещал, симметрично. 18 фамилий российского списка Гуантанамо против 18, опубликованного днем ранее американского списка Магнитского. Война списков не наш выбор, но не отвечать на откровенный шантаж мы не имеем права. Пора бы политикам в Вашингтоне наконец осознать, что выстраивать отношения с такой страной, как Россия, в духе менторства и неприкрытого диктата бесперспективно. Политика око за око у россиян вызывает противоречивые чувства. «Хоть это очень мало, но хотя бы такое наказание для совсем не главных фигурантов хоть этого дела, но хоть что-то должно быть сделано. Хотя бы так. Я понимаю, что для этих людей, наверное, не самое страшное наказание – отказ во въезде в Соединенные Штаты Америки, но хотя бы что-то. Это единственное, что мы можем сделать». «Формальность такая. То есть показать, что вот мы якобы что-то пытаемся на вас как-то повлиять, но на самом деле это профанация». «Что там они принимают, что наши принимают, ответ – это уже давно меня не интересует. Все эти грязные игры меня давно уже не интересуют». В отличие от простых смертных, российские чиновники не унывают и истово верят. Отсутствие в списках Магнитского и Гуантанамо фамилии высокопоставленных деятелей говорит о снижении градусов взаимного напряжения и дает надежду на прекращение политического ажиотажа вокруг смерти юриста Сергея Магнитского. Эксперты не столь оптимистичны и напоминают. В черном списке США нет большинства из тех 240 имен, внесенных на рассмотрение в Госдепартамент, и ни одного из функционеров, приближенных к президенту Владимиру Путину. Это может говорить лишь о том, что Вашингтон решил придержать УЗДУ. Завтра в Москву с визитом прибывает советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Донилан. Главная цель его визита – убедить Россию начать переговоры США по вопросам сотрудничества в области противоракетной обороны, дальнейшего сокращения ядерного арсенала и помощи в решении сирийского кризиса. Еще до публикации списка Магнитского Россия публично заявила о том, что она выступает против планов США по размещению систем ПРО в Восточной Европе. Теперь же, прогнозируют аналитики, Москву будет сложно убедить пойти на уступки. Критики администрации Обамы и вовсе назвали причиной укороченного списка Магнитского желание Белого дома минимизировать вероятность ответных мер со стороны Москвы, которая уже ввела запрет на усыновление российских сирот американскими семьями, отказала выдачу визы американским конгрессменам и начала прессинг агентов иностранного влияния в простонародье правозащитных и гуманитарных неправительственных организаций. Нина Шамуги, РТВАЙ. Госсекретарь США Джон Кэрри прибыл в Пекин с официальным визитом, в ходе которого он попытается убедить КНР в необходимости проводить жесткую линию против северокорейской ядерной программы. Китай является одним из ближайших союзников Северной Кореи в регионе. Кэрри, как ожидается, попросит Пекин использовать свое политическое и экономическое влияние, чтобы заставить Пкеньян смягчить свою риторику и в конечном счете вернуться к переговорам о ядерной программе страны. Это первый визит Кэрри в Китай на посту главы Американского внешнеполитического ведомства. Он проходит на фоне угроз со стороны Пкеньяна нанести ядерный удар по южному соседу и США. Мы надеемся, что нам удастся углубить отношения между нашими странами. Это необходимо, учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в регионе. Тесное сотрудничество США и Китая – гарант стабильности во всем мире. Следующим пунктом азиатского турнакерри станет Япония. В Токио серьезно отнеслись к заявлениям Кеньяна о намерении ударить по островному государству. Министры иностранных дел и обороны Японии Фумио Кишида и Ицунори Онудера посетили место базирования противоракетных установок. Мы считаем, что визитом государственного секретаря США подтвердят высокий уровень сотрудничества между Японией и США. Наша позиция остается неизменной. Необходимо принудить Северную Корею к диалогу с тем, чтобы решить ее ядерную проблему. Сегодня Токио принимает еще одного высокого гостя. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен прибыл в Японию. В программе визита – переговоры с премьер-министром Синзо Абе, а также с главами внешнеполитического и оборонного ведомств. Главной темой предстоящих встреч Расмусена с японским руководством станут последние действия КНДР, которые в Токио уже назвали непростительными. Ранее генсек Североатлантического альянса посетил демилитаризованную зону на границе двух Корей. Тем временем гостелевидение Северной Кореи объявило о решении правительства КНДР создать Министерство атомной энергетики и промышленности. В целях модернизации атомной энергетики страны и на основе новейших достижений науки и техники для увеличения производства ядерных материалов, повышения их качества и дальнейшего развития независимой ядерной энергетики мы решили создать Министерство атомной энергетики и промышленности КНДР. По меньшей мере, 23 человека получили ранения в результате землетрясения на западе Японии, сообщают местные власти. Магнитуда подземных толчков, произошедших в ночь на субботу в префектуре Хёгу, составила 6,3. Генсек Кабинета министров Йосихеде Суга особо отметил, что стихийное бедствие не привело к сбоям в работе единственной действующей сейчас в Японии атомной электростанции ОИ. При правительстве создан кризисный штаб. Самое разрушительное землетрясение в префектуре Хёгу произошло в январе 1995 года, когда в результате стихийного бедствия в городе Кобе погибли более 6 тысяч человек и были разрушены более 200 тысяч строений. Штаб по предотвращению эпидемии птичьего гриппа H7N9 открылся в Пекине, где впервые зафиксирован случай заболевания человека. Ранее диагноз птичий грипп подтвердился у семилетней девочки. Она госпитализирована, её состояние стабильно. Власти распорядились закрыть все рынки, где продаётся живая птица, и запретить полёты голубей из частных голубятин. Количество жертв птичьего гриппа в Китае достигло 11 человек. Большинство погибших в Шанхае. Всего в КНР зафиксировано 44 случая заболевания человека данным вирусом. Фактов его передачи от человека к человеку пока не выявлено. «Для паники нет оснований. У нас есть некоторые преимущества в профилактике случаев заражения в Восточном Китае и Пекине. Например, мы не нашли никаких доказательств передачи вируса H7N9 от человека к человеку. У людей, имевших тесные контакты с инфицированным ребёнком, не выявлено симптомов гриппа». Вооружённые силы Израиля открыли огонь по территории Сирии в ответ на обстрел голландских высот. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, ни один из военнослужащих в результате стрельбы не пострадал. Пока еврейское государство не располагает данными о том, кто обстреливал голландские высоты. Израиль сообщил, что об инциденте оповещена Организация Объединённых Наций. Накануне расположение голубых касок в этом районе посетил глава МИД Австрии Михаэль Шпинделегер. «Австрийский контингент останется тут столько времени, сколько потребуется для исполнения мандата. Миротворцы ООН поддерживают относительную стабильность на голландских высотах. Я думаю, что сохранение миссии в интересах как Сирии, так и Израиля». Повторное рассмотрение дела экс-президента Египта Хосни Мубарака завершено спустя несколько минут после начала заседания. Судья отказался вести процесс и принял решение перенаправить материалы в столичный апелляционный суд. После краткосрочного посещения зала заседания Каирской полицейской академии, 84-летний экс-президент на вертолёте был доставлен обратно в военный госпиталь, где он проходит лечение. Суд принял решение перенаправить материалы дела в Каирский апелляционный суд, поскольку мне будет непросто пересмотреть данное дело. Сразу после оглашения судебного решения у стен здания, где проходит процесс, начались столкновения между сторонниками и противниками Мубарака. Повторное слушание по делу экс-президента подразумевает повторную оценку судом его вины за применение силы во время подавления акций протеста весной 2011 года. Жертвами тех событий стали более 800 человек, а сам Мубарак был вынужден уйти в отставку. Согласно первоначальному вердикту, который был вынесен 2 июня прошлого года, суд не нашёл прямых доказательств в предоставлениях с президентом полиции права использовать боевые патроны, но учёл его косвенную причастность к расправам над демонстрантами, приговорив к пожизненному заключению. По моему мнению, никто не может быть выше закона. Мы должны отказаться от своих эмоций. Если будет доказано, что Мубарак и в самом деле имел отношение к убийствам протестующих, мы не должны жалеть его, потому что справедливость превыше всего. Международный валютный фонд объявил о признании федерального правительства Сомали законным представителем интересов населения этого государства. Об этом говорится в официальном заявлении МВФ. Решение согласуется с широкой международной поддержкой и признанием федерального правительства, гласит заявление. В нём отмечается, что отношения с сомалийским правительством возобновляются после 22-летнего перерыва. По мнению экспертов, это заявление может привести к финансовой и политической поддержке Сомали. Министры экономики и финансов Евросоюза вслед за Еврогруппой одобрили продление срока погашения кредитов для Ирландии и Португалии. Кредиты будут продлены, чтобы поддержать усилия стран по полному возвращению на рынки капитала, отмечается в документе. Сейчас средний срок погашения кредитов для этих стран 12,5 лет. Португалия была вынуждена взять кредит на 52 миллиарда евро, Ирландия на 40 миллиардов. Окончательное решение было принято после получения очередных отчётов тройки кредиторов по экономическим программам Лиссабона и Дублина. По мнению европейских министров, данное решение поможет существенно сгладить переходный период и снизить потребность каждой из стран в рефинансировании. Мы считаем, что на сегодняшний день есть все возможности для небанковского финансирования бизнеса в Европе, особенно это касается малых и средних предприятий. И в этом контексте, имея альтернативные источники финансирования, мы сможем уделить особое внимание молодёжи и проблеме безработицы. Михаил Горбачёв удостоился в Германии золотой медали Союза пенсионеров партии Христианско-демократический союз. Эта награда вручается за достижения в области примирения и взаимопонимания между народами. Как ожидается, экс-президент СССР и лауреат Нобелевской премии мира получат медаль из рук лидера партии канцлера ФРГ Ангел Меркель. Торжественная церемония намечена на 22 апреля. Ранее 82-летний Горбачёв отказался приехать на похороны экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, сославшись на состояние здоровья. Государственный музей Рейкс-музеум открылся в Амстердаме после 10 лет реставрации. В полдень по местному времени королева Нидерландов Беатрикс официально открыла его для публики. Продолжавшаяся 10 лет реставрация, в ходе которой вся территория здания была закрыта для посещения, обошлась музею в 375 миллионов евро. Одно из самых впечатляющих обновлений – восстановление росписей на стенах в центральных залах здания, которые ранее были покрыты побелкой. Рейкс-музеум был основан в 1808 году братом Наполеона I, голландским королем Луи Бонапартом. В коллекции музея, в частности, находится знаменитая картина Рембрандта «Ночной дозор». В новом Рейкс-музеум все изменилось. Реконструкция продолжалась 10 лет, и, наконец, мы можем показать сокровища нашего музея общественности. Мы на седьмом небе отчасти и надеемся, что очень много людей со всего мира приедут к нам, чтобы насладиться 800-летием празднования голландского искусства. Пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку в аэропорту индонезийского острова Бали и очутился в море. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Раненых доставили в больницы. На борту самолета индонезийской компании Lion Air в тот момент находились по меньшей мере 130 человек. На кадрах видно, что самолет находится на мелководье. Фюзеляж разломлен практически пополам. Тысячи жителей Таиланда и иностранцев вооружились водяными пистолетами в рамках празднования Тайского Нового Года. Сонг Кран или фестиваль воды отмечают в эти дни в странах Южно-Восточной Азии. Он привлекает десятки тысяч туристов. Ежегодные обливания приходятся на апрель – самый жаркий месяц в Таиланде. Метеорологи обещают, что температура воздуха может подняться выше 40 градусов по Цельсию. В ходе праздника жители Бангкока делятся едой и предметами первой необходимости с буддистскими монахами. А также поливают водой статуи Будды, чтобы смыть невезение и пригласить в дом удачу. Мы никогда раньше не были в Бангкоке, так что нам повезло попасть на фестиваль. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова